Всем большой привет! Сегодня приготовим вкусный домашний торт, который не требует пропитки и готовится проще простого. Крем для торта можно приготовить на свой вкус и всегда получится со 100% результат. Сегодня у меня со сливочно-сметанным кремом с добавлением варенья. А для начала приготовим тесто. В миску разбиваем 3 яйца, у меня категория 1С. Добавляем 50 мл молока и 150 мл растительного масла. Всё хорошо венчиком перемешиваем. Далее добавляем 150 г сахара. Перемешиваем и по желанию добавляем немного ванилина или ванильного сахара. Теперь кладём муку 130 г и 10 г разрыхлителя для теста. Просеиваем через сито. Всё хорошо венчиком перемешиваем до однородности. А теперь через сито добавляем 3 столовые ложки какао-порошка. Какао берите хорошего качества, тогда бисквит получится красивого шоколадного цвета. Ну и конечно же вкусный. Тесто по консистенции получается как жидкая сметана. Выливаем тесто в подготовленную форму. Диаметр моей формы 22 см. Дно формы я застелила пергаментной бумагой. Отправляем форму в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем бисквит 45 минут. Первые 30 минут духовку не открываем. На готовность бисквит проверяем деревянной палочкой. Готовый бисквит перекладываем на решётку и даём ему остыть. Остывший бисквит разрезаем на 2 коржа. Бисквит получился пористый, мягкий, нежный и в меру влажный. При нажатии пружинит. А теперь собираем торт. Чтобы тортик не шевелился, немного тарелку смажем кремом. И выкладываем первый корж. Смазываем корж сверху вареньем. У меня сегодня малиновое. Варенье или джем используйте на свой вкус. Теперь из общего количества крема оставляем 2 столовые ложки. Остальной крем делим на 2 части. Одну часть кладём в кондитерский мешок. Я использую насадку, но можно обойтись и без неё. Отсаживаем крем по всему периметру коржа. Как приготовить сливочно-сметанный крем, ссылку я оставлю в описании под видео. Следующим действием пустоты между кремом заполняем вареньем. Далее второй корж обильно смазываем вареньем и выкладываем сверху на крем. Собранный тортик сверху смазываем тонким слоем отложенного крема. Вторую часть крема перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем ровным слоем. Сверху крем ровняем и украшаем тортик по своему желанию. Я посыпала натертым шоколадом и дополнила декоративными веточками. Готовый тортик можно сразу подавать на стол или поставить в холодильник и дать время крему окрепнуть. Если рецепт вам понравился, тогда ставьте лайк или напишите комментарий. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте с удовольствием, готовьте.